здорово ребята шамшурин наконец-то маски вылезло солнце сейчас такая мысль пришла вообще не по теме пикапа или чего-то в этом духе ехал в пробке и ну я это замечаю каждый день вообще в принципе каждый день каждый вечер каждое утро то есть я смотрю как люди особенно девушки по большей части которые за рулем едут они все время лазит своем телефоне то есть они умудряются я так тоже кстати делаю но прям крайне редко когда нужно что-то по работе и стараюсь смотреть все-таки вперед по большей части вот кто-то где-то мне рассказывал что таким образом люди до 7 минут в день едут в слепую то есть если посчитать все время когда вы сами смотрите на дорогу и сложить суммарно то это говорят что почти 7 минут в день вот и я вижу как девушки едут и смотрят свои телефоны раз иногда отрывают голову то есть ну как бы мое мнение может быть какой-то предвзятая на считаю что девушки в принципе ездят хуже по большей части по большей части в основном чем мужчины вот и как бы нет я сам видел девчонок который классный есть классно водят они меня катали с некоторыми даже боялся я вот так держался потому что они между рядами и фырили и так далее но в основной массе все-таки женщины они немножко более летящие в этом плане вот если они еще и смотрят в телефон то это двойная опасность я считаю потому что так можно переехать человека на пешеходном переходе поэтому ребят у меня к вам просьба берегите себя если вы идете по пешеходному переходу лучше десять раз посмотрите потому что если вот такая вот девушка ну или парень который смотрит в телефон поедет он может вас просто переехать ну и опять же если даже зеленый горит вам а кому-то красный как я всегда делаю все равно смотрю по сторонам потому что может такое произойти может такое произойти что вы все равно кто-то вылетит там на красный свет и так далее у меня кстати был такой прикольный случай вот давно когда еще в детстве жил в деревне вот когда знаете то есть там не было светофоров естественно там ночная дорога темно улице в этих между этими домами в деревне вот и они эти улице бы не освещены практически ночью вот там нифига не видно там интересная какая-то правиль чуть-чуть начинается для вот что за курятник некоторые женщины вот она едет смотрит на меня короче а тут получается что как только я надо такая же взрослая как только я предложил ей нам остановиться и что-то еще она уткнулась в телефон вот та же история против вот смотрите то есть и как делали парни чтобы проверить заранее если какой-то ну какая-то машина на перекрестке едет или нет они выключали заранее свет фар вот и то есть подъезжая к перекрестку они выключали фары на буквально несколько секунд и смотрели нет ли то есть если они видят свет фар там значит там кто-то едет и они притормаживали если нет они фырили прям топали вот и такой прикол что другие парни которые ехали также по перпендикулярной дороге они тоже сделали то же самое и вот они одновременно выключили эти фары так получилось чтобы посмотреть что никого нет и топнуть дальше и потом как бы одновременно их включили но это уже было поздно они очень сильно раздолбались то есть но там вроде никто не умер но покалечились и прям все клисты с тем более это были старые всякие жигули то есть там прям буквально нормально в мясо долбанулись вот такой прикол вспомнился поэтому как бы не знаю девушки практически не смотрят этот канал поэтому бесполезно призна и вообще бесполезно призывать их к тому чтобы они меньше были вниманием своем телефоне потому что они все равно это не послушают и больше вы следили за дорогой при том что у них все равно навык вождения чуть хуже по поводу того что я не пристегиваюсь ну как бы это мой личный выбор то есть в городе я не пристегиваю сюда ребят может быть это косяк то есть это неправильно это как бы дает какой-то плохой пример но опять же я здесь не занимаюсь примерами воспитанием вас я в своем блоге обсуждаю какую-то конкретную тему и все вот и это мой личный выбор мой жизненный выбор вот по поводу трассы я на трассе когда еду куда-то далеко я всегда пристегиваюсь сейчас вот как-то так поэтому будьте аккуратнее не надо смотреть постоянно в телефон если видите девушку за рулем в телефоне не знаю можно с этого и и кстати даже открыть то есть опусти окно в пробке вот и сказать ей что ну чего-нибудь такое серии что как ты интересно водишь что ты в телефон смотришь и сюда ли у тебя в телефоне проецируется камера на дорогу там хихиха хан то есть за это можно зацепиться ну какие такие мысли кому интересно меня смотреть подписывайтесь на мой канал не забывайте ставить лайки дизлайки если кому-то не нравится ставьте свои комментарии напишите в комментариях на какие видео бы вам хотелось бы снимать чтобы я снял вернее на какие темы вам бы хотелось чтобы я снял видео плюс такой момент что он скоро будет много новых видосов таких попсовых в том числе и про знакомство за рулем прям буквально чуть-чуть подождите нормально канала живет блин прикольный этот cayenne такой едет очень серый ну ладно ребят все на связи был шамшурин увидимся пока